Для того, чтобы хорошо жить, нужно напряженно работать. А вот как проводить свободное время? Тут есть два основных варианта – пассивный, или как его называют отдых на диване, и активный. Для тех, кто выбирает здоровый образ жизни и регулярно занимается физической культурой, в Славянске на Кубани созданы все условия. Особой популярностью пользуется городской стадион, где не только работают профессиональные инструкторы, которые подскажут, что и как нужно делать, но и выдается весь необходимый спортивный инвентарь. Рано или поздно, но чем раньше, тем лучше, человек, который настроен на сохранение и укрепление своего здоровья, приходит к необходимости занятий физической культурой. Ей, кстати, можно заниматься где угодно, хотя бы и во дворе частного или многоквартирного дома. Но занятия физкультурой на стадионе имени Николая Бурлаки – это большой шаг вперед для каждого поклонника здорового образа жизни. Каждый вечер он не пустой. Вот это, наверное, самое главное в моей работе. А условия здесь действительно созданы именно для занятия физической культуры и спорта. Здесь прекрасные беговые дорожки, здесь прекрасные тренажеры, Здесь детская площадка, на которой никогда не бывает, чтобы дети не катались, не играли. Есть очень много условий для игровых видов спорта. Для баскетбола у нас прекрасная площадка. Есть два волейбольных поля. Есть теннисный корт и даже для маленького настольного тенниса стоят столы. И все это работает, и во все это люди играют. Очень важно, что здесь каждый может найти себе занятия по душе. И еще можно и нужно сочетать различные виды физических нагрузок. К примеру, бег и занятия на тренажерах. Постоянная физическая активность помогает в жизни. Люблю очень эту игру. И также тренировок пока нету, поэтому сюда прихожу. Здесь очень нравится площадка. Не один прихожу, чаще всего прихожу созванивать с друзьями, с коллективом. Напряженная сессия для студентов – не причина, чтобы забыть про физические нагрузки. Наоборот, хорошая тренировка помогает учебе. У нас в городе есть прекрасный стадион, где можно хорошо позаниматься спортом. Ну, освобождаешься от мыслей, легче учиться. Также подходить к экзаменам более серьезно, чем другие, которые сидят дома и смотрят в потолок. Многие приходят сюда целыми семьями, вместе с детьми. Все правильно. Общие интересы и увлечения способствуют укреплению ячейки общества. Я прихожу сюда с ребенком, с мужем. Нам здесь очень нравится, потому что можно и побегать, и ребенку на детской площадке время провести. Муж бегает, мы с ребенком. Потом наоборот. Я бегаю, муж с ребенком. Занимаясь физкультурой, вы занимаетесь своим будущим. Самое эффективное средство борьбы с болезнями – это профилактика. Занятия доступны для людей любого возраста. Просто нужно соразмерять свои желания и возможности. На стадионе всегда рады видеть славянцев. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова